всем привет меня зовут богдан и я напоследок хочу рассказать вам как самый простой дешевый способ улететь наяву но чтобы остаться в формате начну немного издалека и так я надеюсь все знают что такое крылья что они есть у самолетов и примерно знают как они выглядят в профиле может быть что-то помнят из школы зачем они самолетам нужны на самом деле люди всегда хотели летать всегда подозревали что для этого нужны крылья видимо видели какие-то примеры и сотни лет на протяжении тысяч попыток методом проб и ошибок пытались сделать что-то что летает с помощью крыльев но почему-то получилось это только в 1900 году когда все так же братьями райт с помощью все тех же проб и ошибок уже на протяжении просто их личной биографии наконец-то внезапно получилось что-то что действительно помогало аппаратом тяжелее воздуха дольше находиться в воздухе сначала люди думали что им просто повезло что они наконец подобрали какую-то случайную комбинацию факторов но когда начали разбираться почему эта штука все-таки работает она это ушло немало времени и окончательно хорошие численные модели крыльев появились только после середины двадцатого века и кстати наверняка то что вы знаете о принципах их из школы например уже слегка не актуально точнее не так точно как могло бы быть я не буду в это погружаться но советую вам заглянуть в википедию там на странице о крыльях почти детективная история популярных заблуждениях в аэродинамике так вот когда люди все-таки стали разбираться почему крыло летит стало ясно что судя по всему это очень фундаментальное изобретение что по фундаментальности и по неупрощаемости оно сравнимо с колесом мы или ножницами винтовым соединением в общем некоторыми вещами которые определяются самим своим свойством колесо это колесо просто потому что катится а крыло это крыло именно потому что она летит и она не может не лететь если она нему не летит это не крыло крыло летит на самом деле не затрачивая на это никакой энергии она не требует для этого движущихся частей она ничего из себя не выталкивает как для реактивного движения она летит просто потому что такова его форма такова его суть она летит по своей природе и суть этого явления суть полета крыла в том что как только крыло начинает двигаться сквозь какую-то среду воздух на одной из его грани создается сила которая перпендикулярно направлению движения в среде эта сила называется подъемной потому что обычно мы направляем его вверх и ее вверх чтобы противодействовать гравитации и в этом в общем то и есть суть полета подольше сопротивляться гравитации именно для того чтобы двигать крыло сквозь среду и тем самым вырабатывать подъемную силу самолетом нужны двигатели не для того чтобы лететь а чтобы двигать крылья чтобы они могли лететь но двигатель не является частью изобретения полета самолета крыла представим что у нас нет двигателя мы еще не изобрели его у нас например крыло самозародилось посреди атмосферы и без всякой скорости энергии топлива или двигателей что с ним произойдет под действием силы тяжести она начнет падать естественно оно начнет падать своим утолщением вверх а его утолщение является важной частью свойства крыло и падая на неизбежно начнёт двигаться сквозь воздух а когда она двигается сквозь воздух на нем возникает подъемная сила в данном случае подъемная сила будет направлена параллель на земле перпендикулярно направлению падения и она начнет разворачивать крыло начнет разворачивать крыло на более пологий угол относительно земли если крылу дать еще какое-то время пока этот полет установится пока она перестанет кувыркаться иглу крыло в итоге займет какой-то угол падения она точно не будет вертикальным потому что подъемная сила почти ничем не компенсируется в другую сторону она почти наверняка не полетит горизонтально потому что все-таки гравитация чем дальше тем сильнее гасит подъемную силу но этого крыла будет какой-то угол который не будет отвесным и этот угол будет целиком характеризовать качество этого крыла то насколько оно совершенно то насколько он эффективно она переводит энергию движения сквозь среду в подъемную силу термин качество крыла является техническим это не эпитет он задается числом это так называется аэродинамическое качество и характеризуется но тем на какое расстояние пролетит крыло горизонтально за то время что она упадет на один на единицу высоты например качество единица значит что крыло упав на 1 метр неизбежно в режиме устоявшегося полета пролетит один метр по горизонтали и это в общем может быть не очень впечатляюще но это принципиальная разница с любыми другими предметами которые не являются крыльями и в тех же условиях просто падают качество единицы соответствует тому самому углу 45 градусов раз уж у нас есть качество крыла хотя бы небольшое дальнейшая задача это просто совершенствовать этот эту характеристику и люди занимались этим больше столетия и в общем преуспели в этом качество современных крыльев достигает 80 единиц лучших из них конечно это значит что сама зародившись на высоте 10 километров где летают самолеты с такими крыльями вы можете долететь пролететь 800 километров долететь до львова или до будапешта если вам больше нравится вообще не потратив ни капли горючего не включив двигатели не имея их вообще конечно если вы не умеете там сама зарождаться вам пригодятся двигатели чтобы добраться до этой высоты но почему бы например самолетом после набора высоты не выключать двигателя и не лететь дальше на качестве так и называется тут я немного отклонюсь от темы безмоторной авиации и должен буду сказать вам печальную правду о том что самолеты на самом деле летают очень плохо самолеты это очень сильно испорченные летательные аппараты очень поломанные дело в том что двигатели сами по себе очень неудобная с точки зрения полета штука они тяжелые они очень плохо обтекаемые им нужно еще какие-то дополнительные емкости видит для топлива и само это топливо которое очень много весит двигатели чтобы быть эффективными должны быть подвешены в такой точке крыла которая максимально портит весь центр тяжести аппарата и как только двигатели выключаются тут же заставляет его опрокидываться короче невозможно оптимизировать летательный аппарат летать одновременно хорошо и с двигателями и без них тем не менее кое-как летать самолеты все-таки умеют и какое-то аэродинамическое качество сохраняют все-таки зачем-то у них есть крылья самая известная демонстрация этого произошла восемьдесят третьем году когда большой полноценный боинг 767 вот этот самый с пассажирами оказался посреди атмосферы без топлива потому что при заправке перепутали фунты и килограммы когда у него отключились оба двигателя отключилась электричество приборов потому что она вырабатывается двигателями отключилась гидросистема управления потому что она управляется питается от электричества он вспомнил как быть планером и через некоторое время благодаря конечно в том числе мастерству пилотов но и конструкции разменял последние полтора километра высоты на без малого 20 километров расстояния до ближайшей военной базы гимли именно в честь нее он получил прозвище планер гимли они потому что он летает как топор я не знаю как летает топор на планер гимли продемонстрировал аэродинамическое качество порядка 12 единиц что в общем очень неплохо для не предназначенного для этого борта то есть самолеты все-таки умеют немного летать не только шуметь но если сделать аппарат который предназначен специально чтобы летать если отнять от крыла все лишнее типа двигателей добавить только необходимое стабилизатор кабину пилота и колесо можно одно то получится планер планеры появились раньше самолетов они бывают очень разные первый самолет точнее первый летательный аппарат тяжелее воздуха аппарат братьев райд был планером у него не было двигателя планеры развивались параллельно самолетами всю их историю планеры всегда задавали верхнюю планку возможностей самолетов в основе каждого самолета лежит плохой испорченный сильно поломанный но планер иногда даже конкретные модели во время второй мировой делали гигантские десантные планеры которые из которые которые затем превратились стратегические бомбардировщики которые на самом деле являются самыми качественными с аэродинамической точки зрения самолетами с двигателями их качество достигает 18 19 20 единиц огромные десантные планеры которые вмещали несколько десятков человек или несколько танков их затаскивали над своей территории в воздух на буксире обычным самолетом а затем отпускали они бесшумно пролетали сотни километров на вражескую территорию чтобы там не обнаруженными высадиться будучи при этом деревянными сесть и высадить безопасно десант спейс шаттлы на этапе посадки являются планерами они садятся без использования двигателей исключительно парением демонстрируя аэродинамическое качество около пяти единиц планеры бывают огромные бывают очень маленькие мой любимый планер выглядит вот так это вполне серийная модель и он весит 40 килограмм и очень неплохо летает при этом его качество переваливает за 30 единиц на нем можно улететь довольно далеко планеры являются именно они могут реализовать то самое качество крыла которым я говорил в начале достигая 70 единиц в очень вылизанных спортивных моделях но не только это позволяет им улетать далеко как далеко рекорд дальности планера 3008 километров естественно без всяких двигателей но это не значит что этот планер пришлось сначала затащить на высоту сорок два километра по моему я считал чтобы с качеством например 70 единиц он пролетел 3000 планеры летают не только на качестве у них есть еще одна хитрость по сравнению с самолетами дело в том что чтобы крылу пролететь какое-то расстояние по горизонтали она по своей природе должно потерять высоту но так как механика относительно терять от нас высоту относительно воздуха это все равно как если бы воздух поднимался рядом с вами мимо вас а воздух умеет подниматься атмосфера очень подвижно в ней постоянно происходят процессы перемешивания и какая-то часть воздуха всегда поднимается кстати совсем недавно узнал что примерно 10 процентов воздуха всегда поднимается вверх примерно столько же опускается весь остальным остальной двигается вправо влево что мы ощущаем как ветер если знать или угадывать где воздух поднимается и находиться побольше в этих местах то опускаясь относительно этого воздуха можно набирать высоту относительно земли и на самом деле именно так и летают планеры когда хотят лететь далеко искусство дальних безмоторных полетов это угадывание где найдется восходящий поток воздуха а это можно предсказать он всегда есть у каких-то склонов которые ветер обтекает который ветер и легче обогнуть сверху чем обойти сбоку в той точке где ветер двигается вдоль склона вверх уже будет восходящий поток хоть и небольшой ограниченной высотой склона лишь немногим больше там где солнце почему-то нагревает землю сильнее чем в месте по соседству на каком-нибудь берегу или на вспаханном поле или на том же склоне который повернут к солнцу более выгодным углом воздух будет нагреваться больше и в какой-то момент когда его температура станет критической он как пузырек закипевший воде поднимется сквозь остальную атмосферу если угадать когда и где это произойдет и подольше остаться в этом пузыре покрутиться в нем то можно набрать ту высоту всю высоту которую наберет он пока не остынет перемещаясь между ними можно улетать очень далеко даже с не очень большим качеством когда это стало ясно то летательные аппараты без моторов перестали гнаться за качеством а стали гнаться за другими характеристиками нельзя не упомянуть ставший самым популярным на территории бывшего советского союза аппарат без моторный аппарат дельтаплан почему-то они были везде кружки дельтапланерные были при очень многих университетах это очень простой аппарат по сути он состоит из трех труб между которыми натянута ткань все остальное это вспомогательные элементы он летает намного хуже чем планер но все-таки может улететь очень далеко аэродемическое качество современных спортивных дельтапланов достигает около 30 единиц как у легких планеров их характеристики в общем позволяет им совершать очень далекий перелет и хотя рекорд дальности дельтаплана если я не ошибаюсь 760 километров что конечно сильно меньше чем у планера но это сотни километров это украина почти вдоль они бывают намного сложнее чем показано картинки экспериментировали с дельтапланами очень много у них бывают более жесткие крылья не тканевые у них бывает несколько крыльев это бывают бипланы они бывают намного длиннее закрылками и на самом деле иногда их очень сложно отличить по виду бывает закрытой кабиной дельтаплан их бывает сложно отличить по виду от сверхлегкого планера. В чем принципиальная разница, чтобы вы никогда не попали в просаг? Планер обладает полноценным самолетным управлением. У него есть механизация крыла, у него есть стабилизатор. Пилот управляет им с помощью штурвала, даже в самом легком случае, и имеет возможность управлять им по всем трем самолетным осям. По крену, по тангажу и по рысканию. Дельтаплан управляется исключительно весом. Как бы сложено ни был, у него никогда не будет штурвала, иначе это будет уже планер. Он управляется исключительно тем, что пилот может смещать свой вес относительно центра тяжести всего аппарата, перемещаться вперед или назад, чтобы управлять тангажом, клюнуть или сделать небольшую горку, или вправо-влево, чтобы завалиться на крыло, управляя креном. Управлять рисканием он практически не может. Не то, чтобы это сильно мешает. Это менее эффективный способ управления, и физически это, конечно, куда тяжелее, чем таскать штурвал, но это намного более личное участие в полете. Это позволяет намного лучше почувствовать крылья буквально за спиной. Ну и кроме этого положения пилота, подвешенный практически непосредственно к крылу, лицом к земле, фанаты именно этого вида летательных аппаратов говорят, что именно так летают во сне, или именно так летают птицы. Ну, в общем, с этим сложно спорить. Можно быть еще ближе к воздуху. Параплан — это самый младший, пожалуй, из существующих аппаратов тяжелее воздуха, летающих без мотора. Это дитя уже 21 века, хотя он изобретен в 80-е и стал вполне популярным в 90-х годах. Но по-настоящему массовые, хорошо летающие, безопасные парапланы смогли появиться только когда развелись хорошие системы численного моделирования крыла, а также неожиданно системы лазерной кройки и автоматизированного шитья. Причем тут кройка и шитье, при том, что параплан не имеет ни одного жесткого элемента. Эта штука сделана полностью из ткани. Он просто сшит. Вне полета он не имеет формы, он комкается, как кусок ткани. В нем нет ничего, чтобы поддерживать форму крыла. Именно этим это изобретение удивительно. Он может лететь благодаря тому, что может лететь. Только в полете, благодаря своему устройству, он наполняется тем самым обтекающим потоком воздуха. Он скроен так, что в нем есть, в передней кромке есть щель, воздухозаборник, через которую воздух проникает в него и оказывается как бы в ловушке, в мешке из ткани, которая скроена так, что, будучи надутой, наполненной, принимает форму крыла. Таким образом, когда он летит, он крыло. Если он не летит, он не крыло. И это работает. Парапланы летают не намного дальше дельтапланов. Хотя по аэродинамическому качеству они намного менее эффективны и приближаются скорее к планеру Гимли. Они едва-едва перевалили за 10 единиц. Но рекорд дальности параплана 513 километров. А рекорд Европы поставлен в Украине. Он составляет 318 километров из Киева в Одесскую область. А предыдущий рекорд Европы на 5 километров меньше поставлен полетом из Харькова в Бердянск. Пилот находится сильно ниже центра тяжести, точнее фокуса крыла, и может управлять им только с помощью тех самых тяг, на которых он подвешен, меняя по сути просто его форму. Это не является управлением механизацией крыла и не является полноценно управлением весом. Так можно управлять только креном. Можно исказить, по сути испортить какую-то часть, одну из половин крыла и заставить его другую лететь быстрее и повернуться вокруг этой точки. Так можно управлять только креном, но это настолько чуткая и точная, богатая по точности управления, что возникла даже дисциплина парапланерной акробатики. Люди выполняют безумные трюки с помощью этих штук. Парапланы все еще очень быстро прогрессируют, все еще набирают популярность. Главное их преимущество в том, что вне полета он практически не занимает места, это просто ткань. В сложенном виде он помещается в обычный рюкзак. Все снаряжение, которое нужно для полета, включая шлем и ботинки, в которых не страшно сесть, весит 10 килограмм. А если вы заморачиваетесь на легкости, то можно вложиться в 4. С этим можно забраться на гору, с этим можно поехать куда-то на велосипеде, с этим можно сесть в самолет, чтобы потом на той стороне летать без самолета. Вы могли заметить, что двигаясь от аппарата к аппарату, который чем дальше, тем младше, их аэродинмическое качество ухудшалось. Это не очень похоже на кривую прогресса. Чем современнее аппарат, парапланы намного младше дельтапланов и дельтапланы, значительно младше планеров, качество падает. И это тоже требует некоторых пояснений. Дело в том, что прогресс безмоторных летательных аппаратов идет немного перпендикулярно прогрессу моторных летательных аппаратов. Главный прогрессирующий параметр для них, в то время как аппараты с мотором летают все быстрее, все громче, главный прогрессирующий параметр для безмоторных аппаратов – это возможность летать медленно. Это минимальная скорость полета. Дело в том, что крыло становится крылом только по достижении какой-то скорости. Если крыло летит медленнее этой скорости, которая называется скорость сваливания, то эффективности преобразования обтекающего потока в подъемную силу становится недостаточно, чтобы держать само крыло. Поток срывается, и крыло просто падает. Чем идеальнее сделано крыло, чем оно эффективнее, чем оно лучше преобразовывает набегающий поток в подъемную силу, тем на меньшей скорости оно может летать. Очень легко сделать крыло, которое летает быстро, дать ему много тяги и лететь на большой скорости. Очень сложно сделать крыло, которое все еще поддерживает аппарат на минимальной скорости. Что дает низкая скорость сваливания? Во-первых, это безопасность. Скорость сваливания – это та скорость, до которой вы можете замедлиться, еще находясь в воздухе. Если в воздухе вы замедлитесь ниже скорости сваливания, вы упадете. Поэтому ее нельзя погасить в воздухе, поэтому скорость сваливания нужно гасить уже на земле. Именно поэтому самолетам нужны такие огромные взлетно-посадочные полосы, потому что, чтобы взлететь, им нужно набрать скорость сваливания, а для них она порядка 150 км в час. А чтобы сесть, им нужно погасить эти 150 км, потому что замедлиться ниже них в воздухе они не могут. Во-вторых, это простота взлета. То есть скорость сваливания – это то, что вам нужно набрать своими силами, не полагаясь на крыло. Для безмоторных аппаратов это разбег или это какой-то буксир или, в общем, как у вас получится. Планер, который взлетает с ног, который был на той картинке, появился сравнительно поздно именно потому, что для него понадобилось очень эффективное крыло. Любой другой планер нельзя запустить с разбега. В-третьих, это маневренность. Любой маневр отбирает у вас скорость. Именно маневренность и точность, узость маневра вам нужна, чтобы набирать высоту в наиболее узких, неожиданных и при этом многочисленных восходящих потоках. Широкие, большие восходящие потоки, которые может обработать планер с радиусом поворота несколько сот метров, встречаются редко. А вот узенькие с радиусом 5, 10, 30 метров встречаются постоянно. Но в них может летать только параплан, например. Именно потому, что только он может так резко повернуть. Именно поэтому снижение скорости сваливания, которое идет примерно в такой же кривой и даже примерно в тех же цифрах, поэтому я не стал именовать ось, открывает более безопасные, более разнообразные, более доступные и географически распространенные полеты. Чтобы вы понимали масштабы явления, это карта задокументированных полетов в Харьковской области за прошлый год. Безмоторных, в основном парапланерных. Каждая линия это один полет, его маршрут. Это Харьков. Там даже немножко видно. Это Альпы. Небольшой кусочек Альп сравнительно. Я это привел здесь не для того, чтобы показать, как у нас все плохо. Напротив, я хотел бы подвести к тому, что в наших краях заниматься безмоторными полетами в некотором смысле намного удобнее, чем в любой другой точке мира. В некотором роде проще. Во всем цивилизованном мире летать на планере – это сродни тому, чтобы ходить на собственной яхте. Это требует или очень больших денежных затрат, или очень больших затрат времени. Этому нужно посвятить изрядный кусок жизни. Но только на территории бывшего Советского Союза остались какие-то руины, например, кружков Досаав, где до сих пор есть немножко проржавленные, сильно устаревшие, но все еще летающие планеры в огромных количествах, на которых можно научиться летать, на которых можно повысить свое мастерство перед тем, как поехать куда-то, где уже намного легче арендовать или найти планер, например, для спорта. Только у нас в 90-х было достаточно безработных авиаконструкторов, которые нашли нишу и основали несколько очень неплохих на мировом уровне, и при этом очень демпингующих, дешевых производителей парапланов и дельтапланов, которые обходятся в производстве намного дешевле, чем аналоги из других стран мира, а сами производители готовы заниматься популяризацией и организацией полетов практически на альтруистических началах. У них просто нет другого выбора. Поэтому слабая заполненность Харьковской области треками – это, в общем-то, скорее недостаток популяризации, чем еще какие-либо препятствия. Все остальное нам способствует. Нам немножко не хватает гор, но с этим научились справляться. Собственно, именно чтобы исправить это, я, в общем-то, и пришел об этом рассказать. Скоро лето. Лето – это время мощных восходящих потоков, на которых можно забраться очень далеко, а до него у вас как раз достаточно времени, чтобы научиться их угадывать. Для этого нужно не больше, чем пара месяцев. Желаю вам высоких полетов и мягких посадок. Если вы хотите присоединиться, мой адрес, я не дилер, но я подскажу. Спасибо. А что делает парапланирист, когда он приземляется в 500 километрах от точки, в которой он взлетел? Хороший вопрос. Так начиналось много интересных приключений. На самом деле есть какие-то правила здравого смысла, которые позволяют почти всегда приземлиться надежно. На самом деле для планера эта проблема стоит намного более остро. Парапланирист может приземлиться почти где угодно, на любой небольшой пятачок. У него практически нет скорости сваливания. Преимущество параплана в том, что мягкое крыло на самом деле можно затормозить до нуля у самой посадки, просто скомкав его. Оно не станет сразу падать. Но это не суть. Сложнее представьте, что вы на планере улетели на 3000 километров и поняли, что вам надо садиться. А для этого планеру таки нужна взлетно-посадочная полоса или хотя бы более-менее прямое поле. Планеристов обучают этому очень тщательно. Планерист должен в каждый момент времени знать куда ему сесть. Если вот прямо сейчас он больше не сможет набрать высоты. Маршрут планера часто строится заранее. Он конечно вероятностым, потому что можно пропасть в противофазу, не найти поток. Но главное, что в каждой точке этого предполагаемого маршрута строится конус, стенки которого расходятся именно под тем углом аэродинамического качества. Это значит, что внутри этого конуса планер гарантированно может оказаться просто на качестве. И внутри этого конуса всегда должно быть место для посадки. Планеры просто не залетают туда, где они не могут сесть. Парапланеристы в общем могут действовать так же, хотя они часто более обезбашенные, потому что это более доступный способ. Но в общем рекомендуется летать, например, вдоль дорог, чтобы не сесть где-то посреди леса или посреди поля, а сесть возле дороги и поймать попутку. Сверх очень хорошо видно, что где-то есть город, где-то есть дорога, а где-то болото или озеро. И когда чувствуешь, что вдохновения уже нет или все начинает скисать. В общем с какой-то высоты начинаешь искать место для посадки. Просто нужно делать это не на 100 метрах, а хотя бы на 500. А если рядом не окажется большой дороги и попутки не будет сутки. А как вы туда залетели? Зачем? С километра планер может пролететь 10 километров. Есть места в мире, где в радиусе 10 километров нет ни одной трассы. Но в таких местах действительно не летают. Спасибо большое за заклад. Скажите, пожалуйста, насколько сложно искать восходящие потоки и автоматизирует ли это? И насколько сложно? То бишь можно ли распечатать детали на 3D принтере, скачать софт и сделать себе планер, который сам будет искать потоки? Это в принципе теоретически это сделать можно. Спасибо. Ну, может теоретически и можно, но пока никто не сделал. Об аэрологии полета на самом деле можно прочесть курс лекций. Такие курсы лекций существуют. Вам придется скорее всего его прослушать, если вы хотите научиться. Это огромная наука, на самом деле еще не до конца разобранная, потому что мы очень плохо умеем даже наблюдать восходящие потоки. Человек на аппарате ищет восходящий поток почти вслепую. Он видит места, где потоки могут быть, но он не знает, есть ли они там. Он не может просканировать пространство. Он должен выбрать одно место и оказаться там. Таким образом очень сложно собирать статистику, например. Всегда это распределение вероятностей. Ни в какую инфракрасную камеру или еще какое-то техническое приспособление, которые сразу хотят начинающие пилоты, потоки не видны. Потому что это просто воздух. Хоть он и более горячий, может, если просветить его лазером и как-то поймать вернувшийся луч, можно увидеть разницу преломления. Схемы таких приборов разбираются сотнями страниц на тематических форумах, но никто их пока что не сделал. Искусство искать потоки в общем и есть то, что определяет мастерство пилота. Именно на эту тему и проводятся соревнования между пилотами. Чемпионаты любых уровней, в том числе мира. Чемпионы высокого уровня отличаются тем, что они более стабильно находят потоки, чем начинающие. Больше ничем. Начинающий, в принципе, может летать на крыле сходного качества и даже уметь маневрировать почти так же умело. Но если он не находит потоки, он не становится чемпионом. А если чемпион, даже тот, который летает хуже, умеет это, он становится. Если бы это можно было автоматизировать, алгоритмизировать, просто объяснить надежный алгоритм, чемпионатов, скорее всего, бы не проводилось. Но это очень интересно. Это очень азартное занятие. Это никогда не повторяющееся занятие. Летая в одной и той же местности, каждый раз придется лететь по-разному. И с каждым разом все интереснее, на самом деле. У меня такой вопрос. Одна дама из Голландии, ученая, собирается на дельтаплане пролететь вместе с гусями-кликунами из тундры в Голландию. Получается, если они будут лететь над тундрой, насколько вообще у нее вероятность успешно находить вот эти самые восходящие потоки? То есть, как я поняла, что для того, чтобы их находить, хорошо бы ориентироваться на какие-то горы. Вы думаете, как она будет преодолевать эти проблемы? Останавливаются ли в основном птицы, где есть восходящие потоки? Может ли она на них ориентироваться? Просто у нас есть такие вопросы по поводу вероятности того, что ее мероприятие пройдет с успехом. Если, к примеру, у нее будет вертолет в сопровождении, который будет страховать и так далее, можно ли, грубо говоря, прицепиться к вертолету для того, чтобы поднять дельтаплан на высоту? Ну, в общем, можно ли так сделать? Ну, я начну с конца. Сразу скажу, что ни одного случая буксировки летательного аппарата без мотора вертолетом я не знаю. Все-таки для буксировки для начала нужно набрать скорее скорость, а не высоту. То есть их скорее буксируют воздушными шарами даже, чем вертолетами. Но, да, прицепиться сложно, особенно если вы уже в воздухе. Что касается перелета над тундрой. Во-первых, надо уточнить, точно ли у нее без моторный дельтаплан. Поскольку ко всем этим аппаратам можно приделать моторчик. Это другой стиль. И это такая священная война всегда. Но есть много людей, которые страхуют себя моторчиком. Это сильно портит качество, как во всех остальных случаях. Но мотор спасает. На моторных дельтапланах, да, там даже Путин летал за астами какими-то. На безмоторном дельтаплане над тундрой летать более рискованно. Не потому что там нет гор, а потому что там холодно. В холодном воздухе восходящие потоки обычно не возникают. И они, конечно, все равно возникают. Но, скорее всего, они возникают на намного больших расстояниях друг от друга, чем допустимо для дельтаплана. И поэтому вероятность пролететь в общем случае довольно мала. Но если хорошо выбрать время года, если хорошо изучить аэрологию местности, если наблюдать за птицами, это действительно может помочь. Потому что птицы достаточно ленивы, как все живые существа. И они часто набирают высоту или просто отдыхают в восходящих потоках. Очень часто восходящий поток в соответствующей местности можно найти. Потому что там просто крутятся птицы и набирают в них высоту. Это на самом деле завораживающее ощущение присоединиться в этом к ним. Но птицы на дальних перелетах, не знаю, насколько пользуются этим. Нужно изучать их поведение. Есть хорошая книжка, я не помню имя автора, он итальянец, фамилия Ориго. По-моему, она так и называется «Летать с орлами». У человека, который разводил орлов и у них учился летать на параплане и дельтаплане. У него он основал свою школу полета. Он действительно очень захватывающе это описывает. Он, например, на дельтаплане перелетел Эверест, следуя тому, как это делают птицы. В общем, все зависит от степени вдохновения. Он посвятил этому жизнь, но написал книжку. Может быть, ей хватит книжки и еще немножко вдохновения, чтобы повторить это в другой местности. А вот еще один связанный вопрос. А какой коэффициент крыла у птицы? Ну, там есть какие-то птицы, которые являются самыми виртуозными летунами, допустим, или самыми длительно мигрирующими птицами? Есть ли какие-то по этому поводу факты? Это довольно сложно измерить, их сложно зафиксировать, но тем более они все-таки активно участвуют в формировании этого качества. Я встречал цифры. Я встречал, например, что одна из самых эффективных с этой точки зрения птиц – это чайка, как ни странно. У нее аэродинамическое качество порядка десяти. Довольно скромно на самом деле. Я думаю, какие-нибудь крупные имеют больше, но вряд ли намного. То есть наши планеры на самом деле намного более эффективные летательные аппараты, чем все, что мы встречали в природе. Самые эффективные, что знают люди. Но птицы имеют другие секреты. Здравствуйте. Вот если летит парапланирист, ничего не предвещает беды, и тут вдруг у него порвалась ткань. И что ему в этой ситуации надо делать? Ну, надо сложить классный или как-то поймать воздушный поток и приземлить. Очень неприятная ситуация, к счастью, очень редкая, потому что парапланы очень хорошо тестируют на надежность. Тест, который должен проходить параплан, это, по-моему, двадцатикратное превышение штатной нагрузки. Любой параплан рассчитан на какую-то нагрузку, например, максимальный подъемный вес 150 килограмм. Это значит, что он должен выдержать хотя бы какое-то время нагрузку до 3000 килограмм и не порваться. Но, конечно, можно где-то повредить парапланы, не заметить. Можно с чем-то столкнуться в воздухе с той же птицей. Есть очень популярный ролик на ютубе, гуглите живцы и ларел. И параплан порвется. Если он порвется не слишком сильно, он вполне может продолжить полет. Есть менее популярный ролик на ютубе, где человек садится с разорванным парапланом, две части которого вообще ничем не соединены. Но они порвались вдоль шва, герметичность его не нарушена, и каждая часть летит сама по себе. Я думаю, ему было очень страшно и очень неудобно лететь, но он смог посадить эту конструкцию. Благо, это произошло не очень высоко. Ну а для более общих случаев у каждого парапланериста есть запасной парашют или даже два. Запасной парашют парапланериста сконструирован таким образом, чтобы гарантированно спасти ему жизнь и успевать раскрыться с высоты уже в 30 метров. То есть вот ниже могут быть проблемы, это так называемая красная зона. То есть упав с 20 метров, вы почти наверняка что-то себе сломаете, но если хорошо сгруппируетесь, не погибнете. А у вас парашют еще не успеет раскрыться. А вот если вы выше 30 метров, то вы на самом деле в большей безопасности, потому что там гарантированно успеет раскрыться парашют. Парашюты есть и у дельтапланеристов, и даже у планеров есть парашюты. Причем как такие, которые спасают планер целиком, так и такие, которые выдергивают из него пилота. Планер падает, а пилот все-таки спасается. В общем смертность среди этих видов спорта совсем невелика. Если считать их экстремальными, так сравнивать с другими экстремальными, так совсем мало. Меньше чем у дайверов, например, как я недавно узнал. Вы сказали, что в нашей стране дельта и парапланеризм довольно доступны. О каких суммах идет речь примерно? Я бы даже хотел подчеркнуть, что планеризм у нас намного доступнее, чем во всем мире. Но что касается сумм, надо разделять сумму на оборудование и сумму на обучение. Обучение – это единоразовая трата, и стоит она… Это занимает для парапланов, например, пару месяцев по выходным. Для планеров – те же пару месяцев, но сидение на аэродроме почти каждодневных занятий. И стоит это на удивление в общем сопоставимых средств. На параплане или дельтаплане можно научиться летать за единицы сотен долларов. 200, 300, 400 может быть. На планере на территории бывшего Советского Союза можно научиться, точнее пройти первый год обучения до самостоятельных полетов, но еще не до участия в соревнованиях, примерно за тысячу долларов. В основном это затраты на топливо буксировщиков, которые будут вас много раз в день поднимать на небольшую высоту, откуда вы будете управлять упражнением. Что касается цен на снаряжение, то во-первых, как и всякое спортивное снаряжение, особенно по началу, на период обучения, его выгодно арендовать. Цена аренды везде разная, но в общем совсем небольшая в любом случае. Цена покупки. Я могу достоверно говорить о текущих ценах только на парапланы, потому что и планеры, и дельтапланы – это намного более сложный рынок. Новый параплан самого классного качества, очень хорошего производителя со всем снаряжением можно купить за 2-2,5 тысячи долларов. А параплан попроще или бэушный, в общем, просто чтобы удовлетворить жажду летать или чтобы научиться, чтобы пролетать несколько первых сезонов, можно купить в пределах тысячи долларов со всем снаряжением. Но лучше арендовать первые несколько месяцев, лучше арендовать, и это смешные суммы. Я хотел бы задать более такой практический вопрос по поводу поиска потоков воздушных. Ну, не секрет, да, они тёплые, тёплый воздух поднимается вверх. Можем ли мы использовать какие-нибудь, например, инфракрасные очки для поиска этих тёплых потоков и по тепловым картам летать, например, ну, в реальном времени? Ну, я, по-моему, даже упоминал, что нет, инфракрасные камеры не помогают, воздух прозрачный даже для них. Меняется только немного, меняется его преломление, ну, потому что, по сути, он всё равно не излучает, он не так отдаёт тепло, в общем, как нагретые предметы, например. Но преломление не научились использовать. Есть, на самом деле, много-немного фантастических проектов часто. Во-первых, можно составить карту, ту самую карту распределения вероятностей, какие участки почвы наверняка будут нагреваться лучше при таком угле солнца, в такое время года и так далее. Такие карты есть. Кому-то они, может быть, даже помогают, но, судя по тому, что даже не все пилоты чемпионатов на них летают, это не панацея. Есть очень хитрые штуки, у меня у самого есть такой прибор, я до сих пор не понял, работает ли он. Очень чувствительный акселерометр, который призван обнаруживать турбулентность, которая неизбежно возникает, когда поток воздуха проходит через более стабильный воздух. Вокруг него возникают турбулентные потоки, и если вы летите на параплане, то они должны вас слегка раскачивать. Насколько сильно, никто не знает. Вы этого не почувствуете абсолютно точно, но, может, чувствительный акселерометр почувствует. И там применяются довольно хитрые алгоритмы машинного обучения искусственного интеллекта, чтобы выделить из общего шума этой раскачки именно тот сигнал, который должен соответствовать турбулентным потокам, и показать хотя бы направление на восходящий поток. Некоторые говорят, что это работает, некоторые нет. Я пролетал с ним полсезона и все еще не понял, начал я находить потоки чаще. Но, в общем, прогресс идет. Может быть, кто-то что-то изобретет. Ну, наверное, давайте последний вопрос. Сейчас так. Да, и очень короткий вопрос. Скажите, известно уже такое понятие, как теоретический предел качества крыла. Вот к чему стремиться? К счастью, я ничего не слышал о подобном. То есть, конечно, скажем, планерам, которым совершенство крыльев, которых практически ничто не сдерживает, для которых просто делают самые совершенные крылья, какие только могут придумать, в отличие от дельтапланов или парапланов, у которых очень много ограничений на материал, легкость и так далее, планеры практически ничем не скованы. И если не могут сделать более совершенные крылья, то просто не могут придумать. Но этому нет никаких физических ограничений. Есть очень сложные компромиссы в области скоростей, в том числе максимальных, потому что качество крыла достижимо не только формой крыла. Оно достигается также в среде совершенно конкретной и на совершенно конкретной скорости. То есть, на скорости выше или ниже оптимальной, качество крыла на самом деле падает. Но это понятно, вы падаете всегда примерно с одинаковой скоростью, а если вы при этом почему-то летите медленнее, то по горизонтали вы пролетите меньше. Если вы летите быстрее, то на самом деле характеристики потока обтекания, например, становятся плотнее и тоже начинают вас хуже поддерживать, точнее быстрее тормозить. В общем, есть много сложных компромиссов, но все они постоянно отодвигаются, находятся новые способы. Я не знаю никакого теоретического предела. Но чем дальше, тем это, конечно, сложнее. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ